Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Я решил продолжить тему про множественные источники дохода. В первом видео я рассказал об ассоциации с озерами такими, горное озеро и так далее. И озеро это символизирует наши доходы, расходы, денежные потоки. И в первом видео мы рассортировали те потоки, которые выходят из озера, и мы определили, что это потоки, которые на ежемесячные какие-то расходы, потом расходы сезонные, там одежда, обувь сезонная, такие штуки, потом есть расходы какие-то годовые, то есть на отпуск мы откладываем деньги, и, соответственно, более долгосрочные, так сказать, немножечко это на машину. Дальше в следующем видео я рассказал о том, что какие доходы есть, источники доходов, и мы тоже их рассортировали, там, значит, оклад, оклад плюс премия, значит, там бизнес и так далее. И мы выделили специальную такую отдельную область, это те источники, которые пассивного дохода, которые к нам будут идти, независимо от того, работаем мы или нет. То есть нам не надо работать, они уже идут сами. Вот такие источники дохода надо создавать. И в третьем видео я как раз рассказал о том, как создать такие источники пассивного дохода. Там была вот эта самая табличка «Стратегия накоплений», там было для рассмотрения 12% годовых доходность, и, соответственно, сколько надо откладывать для того, чтобы это получить. И вот она была такая табличка «Стратегия накоплений», я сказал, что каждый может ее получить там за небольшую плату, 200 рублей всего. Вот, это полезная очень-очень табличка, я считаю. Здесь может каждый поставить свой возраст и, соответственно, доходность, которую получил реально, ну, предположительно, 12%, и, значит, сколько откладывать в месяц. И в данном случае мы откладывали по 5 тысяч в месяц, и получилось, что спустя 15 лет у нас уже пассивный доход достигает 30 тысяч в месяц. Пассивный доход. Вот сейчас я хочу немножечко просуммировать все то, что мы получили. Значит, в первом видео я рассказывал про озеро, там, сказать, и во втором тоже про озеро, в третьем вообще, так сказать, там, или во втором про яблочки какие-то. Вот, очень такие вот, как бы, сравнения были такие красивые. И сейчас давайте немножечко просуммируем, что же у нас получилось. Поэтому я вот в эту табличку вставил еще один лист, небольшие расчеты. Они очень-очень простые, здесь вообще ничего сложного нет. Смотрите, вот цель, которую мы хотим. Те самые озерца, из которых вытекает вода. Ежемесячные расходы. Ну, я считаю, что что такое ежемесячные расходы? Там, ну, какие-то, значит, стиральные порошки, продукты, связь, квартплата, может быть, даже. Вот. 12 тысяч в месяц. Ну, маловато, конечно. Ну, конечно, семейный бюджет, ну, я предполагаю, скажем так, 12 тысяч рублей в месяц можно как-то прожить. Ну, это не один человек должен быть, двое, скорее всего. Вот, вот так. 12 тысяч человек, 12 тысяч рублей в месяц. Возможно, это заниженная сумма. Вы можете свои поставить, конечно. Сезонные. Я решил, что в сезон мы покупаем, ну, где-то вот тоже каждый сезон можно считать, там, одежда, обувь и так далее. 30 тысяч, ну, там, какие-то куртки, обувь, все не сильно дорого, да. Куртки, обувь и так далее на 6 месяцев, то есть через 6 месяцев мы должны вот такую сумму потратить. Мы откладываем 5 тысяч в месяц на одежду. Далее. Годовые. Отпуск. 120 тысяч я положил. Мы откладываем отпуск раз в год, поэтому 12 месяцев делим, получается 10 тысяч в месяц мы должны откладывать на отпуск, чтобы спокойно уехать. Дальше. Я решил, что мы будем копить на машину денежки и цель за 5 лет накопить на машину. 5 умножено 12, 16, 60 месяцев. Я положил на машину скромненькую 600 тысяч рублей. Это либо обновление старой машины, либо за 600 тысяч уже можно купить что-то. Это будет не самая лучшая машина, но на что мы способны на самом деле. Скажем, 10 тысяч рублей в месяц, хотя я думаю, что меньше. И вот то, о чем мы говорили, про накопления, которые на совсем будущее, которые будут нам делать пассивный доход. Мы договорились, вот в этом листочке по 5 тысяч рублей в месяц мы откладываем, соответственно 5 тысяч рублей в месяц. Суммируем эти деньги и получается, что мы должны обеспечить входящие потоки ежемесячные, как минимум, 42 тысячи рублей в месяц. Ну, скажем так, это получается на семью. На семью. Если семья из двух человек, то в принципе, ну, тут вполне можно сделать так, что, например, тут у семьи 60 тысяч, например, да, там 30 плюс 30. Если два члена семьи, то получается, значит, соответственно, здесь, смотрите, 10, 20, 30. То, соответственно, вот здесь вот будет в месяц 30 тысяч. Ой, здесь нельзя менять, вот здесь. 30 тысяч. То есть мы вполне по-божески существуем, вполне хватает нам на какие-то ежемесячные платежи, ежемесячные траты, 30 тысяч в месяц, вот, и 60 тысяч нам вполне хватает вот на все это. Мы накапливаем на машину, мы накапливаем на отпуск, мы откладываем сезонные расходы. И чем полезна эта штука? Тем, что, смотрите, тем, что получается, что у нас все проблемы как бы закрыты. Вот, ну, может быть, здесь нет, ну, предполагается, наверное, что у нас уже есть какой-то запас на черный день, там 50 тысяч. Вот, он необходим просто, 50-60 тысяч он нужен. Вот, соответственно, получается следующее, что если мы зарабатываем в месяц 60 тысяч, то вот ежемесячно мы можем тратить 30 тысяч в месяц. Остальное мы откладываем на одежду с обувью, значит, на отпуск, на машину и на создание пассивного дохода. При этом мы не влезаем в долги и у нас все идет по плану. Чем еще это хорошо? Тем, что мы планируем свои расходы, понимаете? И получается, что у нас все расходы запланированы и мы можем, смотрите, если, например, у нас на отпуск запланировано 120 тысяч, а у нас тут, в общем, так сказать, возникает возможность съездить, там, например, за, ну, там, по горящей путевке или еще куда-то там за 80 тысяч, то, соответственно, мы срываемся, едем туда в отпуск, там, так сказать, и экономим на этом деньги. Потому что они у нас уже есть, мы накоплем их. Или то же самое, что касается одежды, обуви. То есть мы можем покупать одежду, обувь дешевле, чем мы запланировали. Пожалуйста, здесь все есть. И смотрите еще, что я хотел сказать. То есть сегодня короткое видео получается. Смотрите, что получается. Вот, а на самом деле мы с вами пришли к тому, что мы построили то, что называют финансисты личный финансовый план. Мы с вами построили личный финансовый план. То есть вот этими рассуждениями, о, озеро там, яблочки, финансовый план у нас есть. И если мы будем придерживаться вот такого финансового плана, личного финансового плана, то у нас все будет хорошо. И у нас не будет финансовых проблем. А если у нас нет финансовых проблем, то мы уже не так сильно волнуемся, не так сильно переживаем из-за денег. И у нас все предусмотрено. Поэтому если мы не так сильно переживаем, у нас с семьей все хорошо, у нас со здоровьем все хорошо. Понимаете? Потому что все проблемы со здоровьем от волнений, от нервов. А нервы как раз и проблемы из-за дурацких денег на самом деле. Вот мы просто, мы одним махом решили все вот эти проблемы. То есть не только с деньгами, но и буквально со здоровьем, и буквально с семейными какими-то вещами. У нас нет скандала, у нас все хорошо, у нас все предусмотрено. И даже если мы через 15 лет потеряли работу, ничего страшного, мы сможем прожить вот на те самые деньги, пассивный доход, которые мы накопили. И это здорово. Я надеюсь, что вы понимаете, к чему я клонил, и к чему все эти были таблички. Я еще буду продолжать, я еще буду возвращаться к этим табличкам. На сегодня все. Спасибо за внимание. С вас лайк. С вами был Домитков Юрий. С вами был Домитков Юрий.